всем привет вы на канале нас здесь в америке my life is my life а мы подходим к самсклабу потому что мы только что были в костка и сейчас будем проверять есть ли вода всем складе но еще нам надо зелень там какая-то какие-то продукты короче будем покупать вы с нами и пошли на проверку а мы с вами каламбург сейчас скажу честно что меня бесит всем складе у них постоянно периодически получается обострение покажи карточку что ты член нашего общества поехали посмотрим толстенькие а цена такая же где-то до одну берем доберем 1 короче 484 за 5 лб так вот что я хотел рассказать периодически всем склад можно зайти никто у тебя не смотрит это вот членскую карточку и прочие дела а периодически они стоят на становятся на входе блин поперек и такие с таким требовательным лицом блин и у меня возникает вопрос а если вот я хочу просто прийти в этот магазин посмотреть что они продают ознакомиться с ассортиментом может мне он нафиг не нужен может я не хочу быть его членом вашего кружка но вот такие вот правила и и в общем то это правило их надо соблюдать но у меня не как-то немножко так вот ты хотел бы чтобы они узнавали тебя да вот пост когда мы приходим мы можем не показывать карточку у нас там везде свои люди они нас знают на входе работает нашего наша одноклассница папа а на выходе человек который похож на колонна рустам пашу из великолепного века но он тоже нас уже знаю да и общается с вами и все дела ну просто это немножко рубит как-то это не по-американски вот эти вот такие проверки и недоверия ну ладно короче не будем о грустном это я просто немножко так повозмущался поехали потому что холодильники бьются током я их не открыла сок апельсиновый 528 среднего наполнения среднего наполнения мякотью короче такой как мы всегда берем молоко у нас есть яйца у нас есть идем куда-то дальше нам надо зелень сегодня нам по большому счету надо зелень и вода да кстати мы видели кто-то вез воду но мы еще пока вода там дальше стоит там высокие помнишь и кофе и все вот эти вот снеки поэтому мы сейчас пойдем туда вот ну у нас план такой купить фильтр на всякий случай если что и фильтровать в общем мы в зеленых рядах давай вот раз перед сразу давай сразу перед затарим люди стоят чего-то ждут я так понимаю что перец и минус как этот мне нравится и минус давай еще один а еще один вот некрасивый так давай два или 1 2 2 2 2 так берем перец перец у нас 570 за 6 ты на этой неделе саша заявил что он может есть только желтый перец вот такой он у нас эстет только желтый цвет ему проканывает так а дети катаринка кушает большие помидоры антоша не кушает поэтому мы сейчас берем два больших помидора и один маленький до зайки давай выбирать короче помидоры всем слабе надо очень хорошо перебирать иначе можно нарваться за посмотри по-моему хорошее вот что у него на попе хвостик засох хвостик у него а вот эти посмотри пожалуйста вот этот не подбитый битный не берем биты берем не биты не убиты посмотри пожалуйста закрыть эту через камеру вот этот хороший не очень-то давай какие-то переборливые берем еще один то почему только заднюю сторону сзади хорошим все берем так значит эти помидоры у нас тут и 432 за за 3 лб еще берем вот такие огурцы они стоят 342 3 штуки сколько ты их зацепила зайка 23 может три сразу а у нас там есть еще и вот берем такие маленькие помидорки у нас их кушает антошка иногда катаришка как я сказал она кушает большие а сашка у нас вообще помидоры не ест да брокколи шмок или нам надо брокколи не вот я смотрю тут какая-то по моему нам такая не надо просто зеленый и нам нужно еще сельдерей сельдерей я вот наблюдаю 218 мне прямо вот залезу и самый возьму середины самый такой вот свежий и зеленый еще хочу потоньше помолочь у них тоже толстые хочется потоньше взять зайка зайка моя уже уехала не все толстые значит берем этот сельдерей что разобрали большую морковку я не видел а вон лежит какая-то маленькой либо чем а вот зайка брокколи 1 осталось такая замечательная брокколи 338 а морковка только маленькая но брокколи хорошим короче дефицит с морковкой разобрали воду и морковка в тех рядах она точно не будет а где мы яблочки зайка купим нам еще надо яблочки яблочки и так в общем по яблокам берем вот такие гала apple у нас дети их любят они стоят 4,48 за 5 лб очень хорошая сумма и прямо этот мешок вот эти они сладенькие они хрустящие они сочные в общем то что доктор приписал ой я тут вообще не берем зачем он такой плохой а такой был красивый вот вам и всем склад все надо перебирать все надо смотреть вроде нормально так в общем берем этот и все так и идем за клубничкой задай давай может я буду толкаться она с другой стороны прячется вон она есть она есть она есть клубники на валом клубника крупная клубника 4,88 коня не клубника какая-то как примятая мне не нравится что она немножко как примятая такое впечатление что клубнику уже тут перебирали ее перебирали я хочу вот там посмотреть короче выбрали одну баночку она сразу какая-то здоровая ее немножко почему-то как примяли короче сейчас будем брать лимон 2,96 за 3 лб надо выбрать какую-нибудь красивую сеточку некрасивая прямо вот не знаю какую выбрать дай красивая держи это я еще посмотрю может я еще красивее найду я бы хотел чтобы они может покрупней были или пожелтей а это все лучше ну значит все единственное что вот я бы может опа вот эти посмотрел а эти так что мы хотим взять салат какой берем ты микс хочешь или короче вот такие цены на разные салаты от доллара до 4 не наверное капусту какой-то хочу честно сказать что то я по этой наелся пока вот такой свеженький зелененький опа корзиночку так я не понял сам склад на что не кормит сегодня короче по ходу у нас сегодня всем слабе не кормят вообще ничем заян нам мясо точно не вот посмотрите открой морозилку посмотри елки-палки не надо туда смотреть а то еще купить так мы идем за соком мы себе купили сейчас детям купим и воду пойдем посмотрим да там какие-то люди смотрят на напитки и думают а где вода а сюда мы будем бросать кости кто помнит из какого это фильма выражение пишите в комментариях отдельный лайк за это вам и нам короче в своем складе есть вода стоит она 20 долларов вот такая вот упаковка но она всегда была дорогая и кто-то ее покупает кто-то не покупает я считаю что за такие деньги можно купить фильтр и пить да не так мы заедем посмотрим но в общем в общем сам складе тоже нет воды но она есть дорогая некоторые люди ее пьют конечно как говорится кто на что учился есть он еще вот это вот пьер там все дела пьер карден короче нет она наверное простая есть ну смотри здесь тоже курики реально что здесь напитки стояли раньше мы как-то не обращали внимание на второй этаж и третий ну вот реально может и вода и стояла да ну значит надо покупать сидр сидр можно брать 748 за 3 по 0 75 но мы возьмем сок яблочный давай возьмем два зайка вот туда поставлю освободи мне место пожалуйста еще так он стоит 448 за 2 вот таких фляжки будем брать сока что делать и с лимонами его души так что мы еще будем здесь зайка брать все ну все тогда идем на кассу но опять же судя по тачкам у людей я не могу сказать что там все опять что-то скупают ну вот в районе воды до 2 этаж в этих стеллажах свободны может быть там вода раньше стояла может быть соки немножко больше берут не знаю но тачки у людей ни у кого особенно ничего там не перегружена то есть стандартная ситуация никто там не берет больше чем обычно поход всем склад удачно завершён вскрытие показала что воды в нем тоже нет только по 20 долларов дорогая да заедем сейчас еще в один магазин который не сетевой скажем так районного значения посмотрим там но по факту если там вода будет она будет немножко дороже чем в костке но это будет лучше чем ничего а если воды не будет значит фильтр будет решать на проблемы с водой вот всем складе мы оставили 78 78 долларов короче там получается там 99 тут 80 170 долларов она это вообще разные как там сделали вот короче накупили в основном тому только ягоды и яблоки и сок а вы были на канале мне life is my life пишите комментарии что вы подумает думаете по поводу воды как у вас где вы живете что там у вас распространяется ли вот это вот паника на продукты или нет ну вот то чисто по продуктам не видно чтобы у людей были перегружены и тележки в том месте где была вода люди стоят такие вах вах типа вот это дорогая типа и нету там тоже фотографирует это все ну и все так что пока пока и увидимся в интернете